всем доброе утро всем привет мой сын старшенький который до сих пор не ходит в школу и где это приехали ему за посылка эту посылку он ждет уже три месяца и нам приставлю тут вот он на карице да да вот у них сообщение у тебя туда зовут мой скажешь так вот и сейчас же у нас не работает не gps не уэйз ничего не работает но он если он что-то хочет он зашел на карту он нашел где это он объяснил мне как съехать понимаете мне еще объяснил как ехать где эта посылка и вот мы нашли эту этот магазинчик уже все в жизни не нашла такое место старый район это возле этого района где раньше родители мои жили в старом районе кират ям гимель это самые первые самые старые районы самые такие знаете не благополучный вот как 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 мы рады что мы отсюда что родители отсюда переехали мы очень рады принципе человека всему привыкает но не очень чтобы очень я в новых очках как вы могли заметить очень хорошие мне нравится глаза не болят голова не болит и мне нравится что они не очень темные то есть им разница есть в очках и без очков но не прям знаете что темно и прям такой идет ну разница большая что ваш голова болит потом надо потом привыкать очень сильно очень удобно очень комфортно себя чувствую у них прекрасно хорошо вот ну что забрал слава богу посмотри анония но это посылка подожди у нас какой-то может есть часть 1 чуть-чуть там такой рассказ этой посылка мы ее так ждали мы так искали мы по она где-то там потерялась не потерялась мы на почту звонили туда звонили раны там на английском переписывался нашел эту эту как она называется фирма которая занимается этими посылками именно этой посылка потому что посылка дорогая сколько стоит 600 шекелей 600 шекелей это ну 60 долларов 60 долларов покупал он это естественно все за свои деньги которые заработал который он заработает знаете что я заметила когда я снимаю вот такую съемку профильную да это называется у меня не очень хороший звук я не знаю с чем это связано когда я снимаю от себя звук замечательный и получается такой резонанс сейчас я говорю тихо потом если я переверну камеру будет кричать вот так это знаете что это катушка для у нас она 1200 шекелей стоит у нас 1200 шекелей стоит это для удочки он все покупает что касается рыбалки он все вот это вот покупает понимаете я уже сказала всю хватит покупать деньги бешеной тратит лучше бы собирал ему скоро надо будет уже сдавать на права но не надо а можно будет сдавать на права и он хочет сдавать на права вот перед этим естественно нужно знать еще теорию есть контрольная по теории они в школе сдавали но не прошел есть вообще те которые теорию прошли в школе поехали там где бабушка о чем там еще одна посыпка он начинается возле бабушки я за эти дни что он дома сидит уже столько бензина потратила я у него зато мы я не у меня планы были я сегодня утром специально сегодня кстати среда у нас 4 сентября специально не ставила работу себе на утро почему потому что я хочу дома елки-палки полы помыть у нас там такое творится я просто физически не успеваю поэтому думаю сделаю среду утречка такое свободное время помолю полики может быть даже окно какое-нибудь помою но это нужно обязательно сделать мне травмы блин со своими посылками сейчас уже время 10 23 в час этом сейчас еще как-то нам домой надо забраться да потом в час даниэля уже надо забрать плюс надо обед преподавить когда я буду полы мыть так как нам теперь проехать тебе ж надо к русскому магазину берут ее рукой то ли где а где там где поле дедушка сказал возле их дома там кафе тамара я вообще не знаю ты знаешь но дедушка еще пока дома ты можешь позвонить ему спросить еще куда-то надо ехать куда мы не знаем почему не знаем возле бабушкина дома что там не знает ну хорошо за бабушкина дома ты сказал дальше не знаешь где где-то кафе ну срогись там где квалит где там останавливаться где квалит у нас уже бензина чуть-чуть я заправлялась сто пятьдесят шекель выхода сюда мы скорее он ехали что-то эта машина у нас жрешь сказать что объяснить еще раз как ехать заехать так мы вышли тоже с раме с банифациям банифаций пошли сюда то как раз есть где погулять с баничкой вот где-то тут есть кафе мы позвонили папе напротив квалит вот она квалит их не больничная кассе поликлиника господи боже мой ребенок я думаю что мы будем в машине сидеть с банифациям лучше походим погуляем между такими красивыми эвкалиптами натик как у них кора отходит и он становится гладенький гладенький это когда я папа мне рассказывал я маленькая была любила очень смотрите когда папа бреется вот когда он погреется и мог такая гава папа ты такой гладенький то есть гладенький видите у них кора практически у всех все деревья пронумерованы видите на всех деревьях есть номерки каждого дерева есть свой номерок короче а вон она это кафе тамара это наверное как маленький мини-маркет магазинчик короче тут на каждом вон магазинчик маленький киоски такие тут вот сейчас вот еще вот этот супер откроется у нас здоровый еще пока не открылся но в принципе тут есть сделали такой торговый пятачок вон там там он полно магазинчиков русский магазинчик то есть такой классный очень район здесь же еще и школу сделали новый абсолютной садик и школах то есть новый район делают сразу делают и новую школы новый супер чтобы все было школы садики оба никакой рады что он ходит гуляет тут много собак все с собаками поэтому запахов запахов много и он он у него это сумасшествие происходит от всех запахов где мой ребенок бани пошли посмотрим дирами пойдем хватит претовался к одной этой точке и нюхает стоит пошли пошли тут много чего нюхать надо здесь много как уник собачьих так что пошли то что-то строят строители он сидят я здесь вообще никогда не ходил это тоже он грязно не не да убирали как говорится где он делают электричество он погода кстати хорошая нет вот это противной жары и тут еще хорошо такая аллейка за деревьев видеть какой тенек просто вообще благодать да что ж ты меня тянешь о сумасшедшая собака все еще и чая собака он вот он стоит вот это нюхает по три часа вон он этот магазинчик тамара там у него посылка не знаю почему постоянно привозят в разные эти в разные места вот так едешь как квест какой-то и ходишь и собираешь вот эти вот посылки по всему городу очень удобно такие цветочки как будто пластиковые не натуральные но они натуральные он идет довольны довольны забра мы с ромашкой уже дома у нас равен был уговор мы едем за посылками раме моет ступеньки так что все договоры свои выполнили я выполнила и он тоже выполняет вот мы вообще мне нужно была помощь потому что я все сама не успеваю с работой так что мне нужны как говорится еще руки дополнительно чтобы дома по крайней мере немножечко навести порядок